В деревне Чёрное на доме Александра Ваучейского, народного депутата и члена Верховного Совета Советского Союза, человека, который добился запрета ядерных испытаний на новой земле, установили памятный знак. Александр Ваучейский родился 30 декабря 1949 года в деревне Чёрное. Тогда там проживало более 100 жителей. В деревне был фельдшерско-акушерский пункт, школа, вертолётная площадка, а неподалёку кирпичный завод. Сегодня в деревне никто не живёт, но приезжают, чтобы навестить могилы предков. Это дом бабушки и дедушки у меня, у отца родителей. Где бы отец ни был, где бы что ни делал, он всегда стремился сюда, как любой ребенок стремится в родительский дом. Каждый год по 2-3 раза он бывал здесь и здесь отдыхал, потому что земля, на которой он родился, давала ему сил для своей деятельности. Привезли вот таблички установили, привезли его фотографию, чтобы он был всегда в своём доме. Вот таблички, они больше были нужны, наверное, мне теперь уже, чтобы люди помнили и знали моего отца. В этом году Александру Ивановичу исполнилось бы 65 лет. В память о нём сын Владислав установил на доме отца памятные таблички с надписью «Дом-музей». О нём можно говорить много, можно о нём написать хорошую книгу. Ну, в общей сложности, значит, такие моменты были, значит, что да, надо было принимать решение, когда развалился Советский Союз. Он очень переживал. Будучи, значит, представителем президента, значит, тоже надо было принимать решение. Он принимал, он не боялся каких-то брать на себя ответственность. И в общей сложности в нашей памяти он остался нормальным, советским, российским, интернациональным и депутатом, и человеком, и хорошим семьянином. Александра Ваучейского без сомнения можно назвать вождём ненецкого народа. Трижды он становился президентом Ассоциации ЕСВ и был удостоен высоких наград за политическую и общественную деятельность. Достойно представлял перед властью права и интересы оленеводов и коренных жителей Ненецкого округа. Он сделал очень многое для улучшения их жизни и быта. Одна наша организация, ЕРУ, сколько вы помните, это сколько надо училий. Это знать надо каждого оленевода. Всю подноготную, все проблемы знал эти. Поэтому вот так вот сейчас пришёл к вам помочь. Хочу посвятить ещё стихотворение Александру Ивановичу, светлой памяти его. Тоже в тундре родился он, тоже в тундре жил. Во сне я видел бег оленей, упряжки дерзкие держал, Как часто в миг последний на сани сесть и воспевал. И мчали вдаль мне оленей, через снега, через года, Сквозь детство, юность и тогда, когда лицо покрыло борода. Домчат быть может и туда, где в тундре, где-либо на сопке, Мне крест поставила судьба. Кроме дома-музея, в будущем здесь появится памятник, Посвящённый некогда процветавшему поселению. Такое решение принято сотрудниками этнокультурного центра.